Использование мотопомп при добыче бивней мамонта не наносит вреда окружающей среде. Такие данные приводят ученые. По их мнению, куда более больший вред природе наносят ежегодные паводки. В связи с этим они добиваются легализации добычи бивней древнего животного. Это в свою очередь должно помочь искоренить нелегальную добычу. Ну а как и кто скупает палеонтологические находки, расскажет Евгений Тайтонов. Якутский экспортный завод в прошлом году переработал около трех тонн бивней мамонта. Всю продукцию полностью реализовали. А на этот год компания ставит цель переработать порядка 15 тонн. Сырье закупают только у тех сборщиков, у которых имеются лицензии, с которыми подписан договор поставки. А перерабатывают уже на запатентованных оборудованиях собственного производства, аналогов которым в мире нет. Заготовки попадают на этот станок и уже производятся шары определенного диаметра. То есть тут станок достаточно точный. Производительность 35 шаров за три минуты. Сверху подаются и через какое-то время уже как до ограничителя дойдет тяга. Останавливаем станок и снизу люк выгрузки. Все, готовые шары уже выгружаются. Инновационные предприятия основной доход получают от полуфабрикатов. Это калиброванные шары, заготовки для брелков и украшения. Они пользуются большим спросом у китайцев, которые приезжают в Якутчо, закупают товар и вывозят. Предприниматели сами сейчас пока не могут выйти на мировой рынок. Они нуждаются в помощи властей по оформлению пакета документов для экспорта, которая, в свою очередь, очень трудоемкая и сложная. Бивень мамонта нигде не касается законом пока на сегодняшний день. Вот только-только какие-то подвижки начинаются. Мы все здесь обошли, допустим, на те же алмазы, на золоте дают какие-то сертификаты, экспортные сертификаты. А на бивень мамонта даже кода ТНВ нет, это таможенного кода. Поэтому работы очень много. Более 95% якутских бивней уходят в Поднебесную, откуда идет в страны Юго-Восточной Азии, Европу и США. А на севере Якутии распространена и незаконная добыча мамонтовой фауны, в частности, с использованием мотопомп. Все это сурье также выводится в Китай без уплаты налогов. А это потенциально большая область, которая могла бы пополнять бюджет муниципальных образований. Ученые, в свою очередь, также придерживаются мнения легализации добычи мамонтовой фауны и сертификации их при экспорте. А нам нужно, конечно, чтобы на якутских объектах была написана Якутия. Это имиджевое продвижение республики. Этот, должно быть, опять-таки, подчеркиваю, легально добытый бивень, чтобы не подставляться перед мировым сообществом, что у нас есть какие-то черные копатели. Этого мы должны полностью этими вопросами заниматься. Если невозможно процесс остановить, значит, его надо возглавить. Большой спрос и увеличение цены на бивни мамонта должно послужить стимулом для их сертификации. Для Китая, в котором законом запрещен ввоз в бивни и слона, и в частности Якутии, становится важно доказать происхождение продукта из бивни древнего животного путем введения паспорта, в котором должно указываться, откуда он взять и сколько ему лет. Евгений Тайтонов, Григорий Хопков, НВК Саха, Якутск.